МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы с вами будем рассматривать трему, роль миссии и цели организации. В основном рассматриваем два первых вопроса. Определение миссии и цели организации. Основная цель организации. Миссия – это основная цель организации, смысл ее существования. Миссия предприятия представляет собой решение собственников о его предназначении, смысле существования, сферах и направлении деятельности, производимых в товарах и услугах, рынка сбыта. Четко сформулированная миссия доводится до всего персонала. К основным принципам формулировки миссии можно отнести 1. Миссия должна быть определена сфера деятельности. 2. Миссия должна отражать общие ценности и принципы. 3. Миссия должна быть сформулирована ясной и доходчивой. 3. Решение о пересмотре миссии должно быть своевременным. 4. Определение сферы деятельности. Это определение потребности покупателей, группы покупателей, технологическое и функциональное исполнение товара. Мы рассмотрим три группы факторов. 1. Потребность покупателей. А именно, что производить. Группа покупателей – сегменты рынка. Для кого производить. И 3. Технологическое и функциональное исполнение. Как удовлетворяете потребности. Вот здесь показана таблица, где рассмотрят ситуации, возникающие при определении сферы деятельности. Как вы видите, при первой ситуации не определена третья. В первой ситуации не определено, что производить. И в третьей ситуации не определено, до кого производить. И необходимо ответить. Только тогда будет миссия хорошая поставлена, если мы сможем ответить на все эти вопросы. Какие же факторы влияют на миссию организации? В первую очередь, рынки отношения, которые определяют спрос и предложения на продукцию и услуги. Это потребители продукта, деятельность организации, направленные на удовлетворение, их потребности и желания. Это руководители организации, их принципы и ценности. Сотрудники, работающие в организации, от их способностей к квалификации туда зависят реализацию цели. Партнеры, которые обеспечивают необходимыми ресурсами и оказывают другие необходимые услуги. И место сообщества, тесно связанное с организацией, являющейся непосредственной осуществлением ее интересов. В целом, общество, которое получает эту организацию, часть создаваем ее в богатстве, в виде товаров, услуг, налогов, благотворительности и так далее. Цель организации, это мы рассматриваем как фундамент. И вот цели организации, следующий вопрос, который мы рассмотрим, это финансы и стратегические цели. Идет консулькация целей по первому признаку, плановый горизонт, где рассматривают краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные цели. И по второму признаку, характер цели, финансовые и стратегические цели. Теперь подробно рассмотрим. Первое, это плановый горизонт, краткосрочные цели, связанные с получением желаемых результатов быстро или в пределах одного года. Среднесрочные цели, в котором соответствуют срок в течение 3-5 лет. И долгосрочные цели, намеченные для достижения в течение длительного периода времени, например, 10-15 лет, но может и больше быть. Теперь второе, это характер цели. Финансовые цели, они намечены в финансовой сфере. Они необходимы в любую ситуацию, так как при недостатке финансовых средств невозможности развиваться. А стратегические цели, позволяя реализовать миссию компании, связанные с укреплением конкурентных позиций на рынке. Теперь рассмотрим спарс, принцип, как раз таки здесь надо ставить цель с умом. Цель должна быть конкретной, цель должна быть измеримой. Она должна выполнить какие-то определенные сроки. Цель должна быть достижимой. И, в последнюю очередь, цель должна быть актуальной и желаемой. Принципы разработки эффективной стратегии и развития организации. Мы эти принципы с вами рассмотрим более подробно. Принцип научно-аналитического предвидения. И разработка стратегии говорит о том, что для разработки стратегических решений, недостаточно одних лишь пожеланий и стратегических предвидений. Необходим анализ предшествующей деятельности организации, общая ситуация в области ее деятельности и динамики ее изменений. Необходим также прогноз, а возможно и разработка сценариев развития организации в ближайшей и более отдаленной перспективе. Следующий принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов развития. Организации предполагают, что стратегические решения, принятые на основании учета влияния не только внешних или только внутренних факторов, будут неизбежно страдать недостаточной системностью, что может вести к ошибочно принятым решениям. Принцип соответствия стратегии и тактики управления организацией утверждает, что для обеспечения успешной деятельности организации необходимы и выверенные стратегии, и эффективная тактика. При этом эффективная деятельность организации возможна при условиях, когда тактика организации соответствует ее стратегии, а формирование стратегии учитывает реальные возможности решения тактических задач. Принцип приоритетности человеческого фактора. Подчеркиваю, что ни стратегии, ни тактика организации не могут быть реализованы, если они не будут восприняты в качестве руководства действий ее персонала, и в первую очередь ее менеджерами, которым делегировано право принять управленческие решения на обверенном им участке. Кроме того, может, чтобы персонал организации обладал профессиональными качествами, необходимыми для реализации стратегических решений. Принцип определенности стратегии организации стратегического учета и контроля указывает на то, что понимание персонала, стоящих перед ними задач, должно вытекать из четких формулировок стратегии организации. Нечетко сформулированные стратегические цели организации могут приводить к неоднозначным ее толкованию различия с службами организации. Планы деятельности организации, отражающие выработанную руководством стратегию, в этом случае не могут обеспечить выполнение стратегических задач. Принцип соответствия стратегии организации и имеющимся ресурсам указывает на то, что без обеспечения ресурсами реализация стратегии, какой бы замечательной она ни была, оказывает частичные или полностью подогрузы. На стадии выработки стратегии не всегда представляется возможным дольше оценить ресурсы, которые может располагать организация в будущем. Принцип соответствия стратегии организации и имеющейся технологии. Подчеркиваю, что достижение любой цели, реализация любых замыслов возможна, только если в распоряжении организации имеется технология, с помощью которых можно последовательно решить конкретные задачи, связанные со стратегической целью. Основные направления – показатели эффективности. Первое – это ежедневное принятие управленческих решений. Второе – планирование совершенствования деловых процессов. И третье – идентификация устранения операций, не добавляющих стоимость. Показатели эффективности – это количественная или качественная характеристика, посредством которой выражается степень эффективности делового процесса. Эффективная стратегия должна быть продуктом особого менеджмента, искусственного. И вот как раз-таки плюс эффективной стратегии – это абсолютная иррациональность. И предельная рациональность. Ключевые характеристики. Первая характеристика – ментальность и правильность, выбираемая, разрабатываемая стратегия. Вторая характеристика – эффективная стратегия – ситуационность. Третья характеристика – это уникальная стратегия. Четвертая – будущее неопределенность как стратегических возможностей. И пятая характеристика – эффективная стратегия – гибкая адекватность. Подходы к разработке стратегии. Число основных способов выработки стратегии. Относится главный стратегический подход, делегировать, потом очень совместный подход и инициативный подход. Каждый мы их разберем. Вот в этой таблице показывают сравнительные характеристики основных факторов стратегии. Дано наименование подхода, достоинство подхода и недостатки подхода. Теперь главный стратегический подход. Руководитель лично выступает как главный стратег и главный предприниматель. Но управляющий не делает всю работу самостоятельно. Он становится только главным архитектором стратегии. И активно привыкает к ее построению в менеджерах низшего уровня, определяя и контролируя процесс. Подход диригирует полномочия. Руководитель передает полномочия по выработке стратегии подчиненных. Это могут быть специалисты по стратегическому планированию или специально созданная комиссия. Управляющий наблюдает со стороны. Руководитель реагирует на проблемы и рекомендации. И только после того, как стратегический план был официально представлен, обсужден и единогласно принят, утверждает его. Но управляющий редко делает много рекомендаций и может не усматривать необходимость лично подталкивать процесс. Совместный или коллаборационистский подход. Это промежуточный вариант между первыми, при котором управляющий привлекает прямых подчиненных для выработки согласованной стратегии, которую будут поддерживать остальные участники, чтобы смешно претворить ее жизнь. Самой сильной стороной этого способа выработки стратегии является то, что кому поручено разрабатывать, должны также и выполнять ее. Инициативный подход, последний подход. Управляющий лично не заинтересованны ни в выработке деталей стратегии, ни в том, чтобы возглавлять группу генераторов идеи. Управляющий побуждает подчиненных ему менеджеров выработать, защитить и претворить жизнь разумную стратегию. В этом случае стратегия движется снизу вверх. Старший менеджер выступает с судьями, оценивающими стратегические предложения, которые вложатся на эти столы. Следующий вопрос – это процесс разработки стратегии компании. Разработать стратегию – это значит принять комплекс взаимосвязанных решений. Выработка стратегии осуществляется на высшем уровне управления. Я основана на решении таких задач, как разработка стратегических целей компании, оценка ее возможностей, анализ тенденции в область маркетинговой деятельности, оценка альтернативных путей деятельности, определение стратегии на перспективу, подготовка детальных оперативных планов, оценка деятельности фирмы на основе определенных критериев с учетом намечения целей и планов. Разработка стратегии – это динамический процесс, который проводится по разуму, в зависимости от степени формализации и состава привлекаемых к разработке лиц. Формирование стратегического выведения и выбор стратегической позиции. Общая стратегическая цель визы системы или видения – это желаемый образ будущей фирмы, представление собственников. Видение становится эффективным инструментом стратегического проявления, только в том случае, если на предприятии имеется точная система цели и полагания. Второе. Желаемый образ будущей фирмы доведет в письменном виде до каждого сотрудника, принимающего решения. Третье. Прощряется инициатива работы. И четвертое. Существует четкое распределение полномочий и ответственности. Что такое стратегическое выведение? Это образ будущего состояния организации, который посредством системы существенных характеристик дает профессиональное качественное представление о бизнес-успехе организации в конкретной стратегической перспективе. Разработка стратегической выведения и миссии компании. Установление целей и выбор стратегии – это главная задача по выбору направления развития компании. При разработке стратегии всегда должен быть выбор. Необходимо рассматривать альтернативные варианты стратегии и решать, какой вариант является самым предпочтительным для предприятия. Для этого должны быть предложены показатели, характеризующие разные стратегии и критерии выбора. Благодарю за внимание. Спасибо. Нормально, да? Ну вот там заставили с вами. Благодаря. Продолжение следует...